Приветствую, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное становится естественным. На протяжении истории многие верующие переживали осязаемое божественное присутствие. Но это было лишь временами. Моя гостья переживает Божие пребывание круглосуточно. Она говорит, что это нормально, и вы тоже так можете. Хотите научиться этому? Существует ли сверхъестественное измерение, мир, о котором мы не знаем? Можем ли мы заглянуть в древние тайны сверхъестественного? Могут ли наши сны передавать послания с небес? Реальны ли чудеса исцеления? Есть ли жизнь после смерти? Более 35 лет Сидрот исследует загадочный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к нему в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Я хочу, чтобы вы знали, что моя гостья Хайди Бейкер – это совершенно иной тип христианина, который существенно отличается от большинства верующих. Но вот в чем проблема? Она как раз нормальная, в отличие от многих из нас. Хайди, я очень давно наблюдаю за тобой. Трудно поверить, что ты была в Мозамбике, в Африке. Прослужила там целый год, полностью разочаровалась в своих силах. Затем ты заболела пневмонией. Врачи не разрешали тебе туда возвращаться снова. Твой муж участвовал в пробуждении в Торонто, и Бог радикально его изменил во время этих евангельских встреч. Так что же сказали тебе врачи, когда ты была в Канаде? Я была очень больна и лежала под капельницами. Врачи сказали, что я могла умереть. Но мой муж так сильно изменился, что сказал, «Я камеру свою продам, лишь бы привезти тебя туда». Я знала, что это действует Бог. Потом я снова попала в больницу в Калифорнии, где у меня была пересадка на другой самолет. После капельницы я снова вернулась в аэропорт и полетела в Канаду. Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Библейскую героиню. Женщину, страдающую кровотечением. Тебя ничто не могло остановить. Ты отправилась туда, где ждал тебя Бог. Ты пережила там сильное прикосновение от Бога. Расскажи мне, что там произошло? Сначала я приткнулась на чем только можно. Мне не понравилось такое богословие, и я плохо относилась ко всему, что там происходило. Но потом встал один человек и провозгласил исцеление. Вы — миссионер, у вас двустороннее воспаление легких. Я подумала, о нет, как они узнали. Кто им сказал? Они повторили. «Двустороннее воспаление легких. Сделайте глубокий вдох». Я подумала, что я теряю. Я была очень больна и стояла сзади в углу, держась за стену, чтобы устоять на ногах. Я послушалась. Я сделала глубокий вдох, и, знаете, я получила исцеление. Это было чудесно. Потом они попросили выйти вперед. Я подумала, опять это странное богословие. Но, тем не менее. Они звали и говорили, «Если вы не выйдете вперед, утратите исцеление». Я в это не верила, но Бог закрывает глаза на такие наши рассуждения. Иногда Он нарушает нашу логику, чтобы добраться до самого сердца. Именно так Он со мной и поступил. Я вышла вперед, и за меня помолились. Все произошло, как я ожидала. Они такие здоровые, как они возложат на меня руки. Так я сразу и упаду. И я действительно упала. Уж не знаю, подтолкнули они меня или нет. Мне все равно. Когда я упала, я видела множество народов из всех народов и племен. Я видела многие сотни тысяч людей. Целое море людей. Я взывала к Богу. Мне грустно говорить об этом, но, может быть, мой опыт кому-то поможет. Сначала в ответ на это видение я сказала Богу «нет». Я так и сказала. Я не хочу их видеть. Мы с мужем уже устали. Служа 320 детям. И в этом видении он взял кусок своей плоти, оторвал от своего тела. Его глаза сияли огнем любви. И он протянул мне кусок своей плоти со словами «Накорми этим детей». Я сказала «я не смогу». Я рыдала на взрыв и спросила «как я могу накормить детей плотью?» «Как я могу это сделать?» Он сказал «накорми детей». Я умер, чтобы всегда было достаточно. Я протянула руку и плоть... Плоть превратилась в хлеб. Плоть стала хлебом. В его руках была чаша. Не золотая, не драгоценная, а простая чаша. Сбока Иисуса полилась кровь и вода. Он не произнес ни слова, но говорил мне от сердца к сердцу. Он сказал, что это чаша страдания и радости. Желаешь ли вкусить? И я подумала «Господи, если ты предлагаешь мне эту чашу, твои глаза горят огнем и тело покрыто ранами. Если ты предлагаешь мне эту чашу, то, разумеется, я ее выпью». Он лишил меня всех сомнений, и я выпила эту чашу до дна. Он сказал «дай ее детям». Я подумала, это слишком много. «Как я могу дать эту чашу детям, если это чаша страдания и радости?» С радостью понятно, но как же страдания? Он показал мне страдания человечества, что каждый мужчина, каждая женщина и ребенок, кто не вкушает, кто не знает Иисуса, прекрасного Иисуса, тот умирает от голода. Как там, где царит голод, дети, которых мы год за годом забираем из мусора, умирают у меня на руках. Люди умирают от голода, если не знают его. Они умирают от нехватки воды, если не пьют от него. Я выпила эту чашу и протянула ему. И он снова произнес, «Я умер, чтобы было достаточно». Это все изменило. Все изменило. Я хотел рассказать вам о слепой женщине, у которой не было зрачков. Просто белок в глазах, и все. Знаете, как ее звали? Никак. Не переключайтесь. Это сверхъестественно. Ты пережила невероятную встречу с Богом. Но сейчас расскажи нам о женщине без имени. О, это моя любимая история, потому что через нее Бог сильно изменил мое сердце. Это был понедельник, день, когда по обыкновению я дома. Сейчас понедельник для меня особенный день. Раньше я не любила понедельники. Мы проводили собрания сотрудников, где все вечно жаловались, но теперь это время для свидетельств. С тех пор все изменилось. Где-то 12 детей пришли ко мне с ночевкой, и я проснулась рано утром, чтобы приготовить им завтрак. Мы вместе разбирали писание, мы провели два служения для тысяч детей. Это утро понедельника. И потом я отправилась посещать людей по домам. Я очень люблю эту часть, где я могу изливать свою любовь на людей. Я хожу от дома к дому. Я посетила мою подругу Тину, которой мы подарили дом. Раньше она жила просто под деревом. Она была очень рада меня видеть. Потом я привела двух людей к Господу. И вот я иду к своему траку, чтобы ехать на семинар по ученичеству. Очень важное мероприятие. Некоторые лидеры ведут церкви по две тысячи человек, и я думаю, это важное задание. Мне нужно там быть. Я прохожу и вижу женщину, сидящую на солнце. Она оперлась спиной о стену хижины. В моей стране, в Мозамбике, люди так не сидят. Там слишком жарко. Меланин там, знаете ли, никому не нужен. Быть на солнце слишком изнуряюще. И я поняла, что что-то не так. И я снова расскажу о своей ошибке, прежде чем рассказать, что сделал Бог. Моя ошибка в том, что я посмотрела на часы и сказала Богу, живому Богу, сказавшему мне остановиться, велевшему мне остановиться. Я сказала, стоп. Но вместо того, чтобы тут же послушаться, я посмотрела на часы. Бог снова сказал мне, чтобы я остановилась. Я сильно обличилась, что не послушалась сразу. Я сокрушалась, что мне не хватало чувствительности к Святому Духу. И я подошла к этой женщине, у которой совсем не было зрачков. Я взяла ее за руку и на местном диалекте спросила ее, «Как вас зовут? Как ваше имя?» И в ответ она сказала, «У меня нет имени». «Я слепа, у меня нет имени». Тогда я спросила ее на еще одном из местных диалектов, «Как вас зовут?» Тогда женщина ответила мне, другая женщина, «У нее нет имени, она слепая». Перед тем, как Господь попросил меня привести ее к спасению, он сказал, «Дай ей имя». «Ты дай ей имя». И я сказала ей, «Твое имя Утелия», что значит «Ты живешь с радостью». Я назвала ее Утелия. Она начала смеяться, и во рту показались оставшиеся три зуба, это было забавно. Она смеялась с ней, никто не говорил до этого, она была изгоем. Я попросила женщину, стоящую неподалеку, чтобы она позвала ее по имени Утелия. И она залилась смехом, услышав свое имя. Она была совершенно слепа, но она была полна радости. Я обняла ее, и когда я держала ее в своих объятиях, Иисус, который один достоин, и который живет внутри нас, и только через Него мы можем что-то сделать, это Он – Целитель. Господь Иисус исцелил глаза этой женщины. Они стали карими прямо у меня на глазах. Это было чудесно. Иисус произвел это чудо. Люди могут задаваться вопросом, «Почему это не происходит со мной? Почему такое не происходит в моей церкви?» Я задал Хайде этот вопрос. Она рассказала, что делает, и что является для нее величайшей радостью. Она расскажет это вам. Что это? Потому что говорю вам перед Богом, все, что может делать эта женщина Хайде, вы можете делать еще лучше. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. «Это сверхъестественно» Хайди, я бы хотел, чтобы ты помогла нашим зрителям и мне. Я наблюдаю за тобой уже несколько часов с момента, как мы начали общаться, до программы. Твоя молитвенная жизнь — это вовсе не один час молитвы, и все на этом. Порой, может, так и бывает, но ощущение, что ты молишься все время. Это так? Да. Ты молишься на сверхъестественном языке. Это так? Да. Ты молишься на языках, когда ложишься спать? Точно. Когда ты спишь, ты тоже молишься на языках? Я уверена, что да. Если Павел молился на языках больше всех мужчин, то ты, пожалуй, молишься на языках больше всех женщин. Не знаю, но я точно люблю Иисуса. Я наблюдаю за тобой, и мне кажется, что ты сильно влюблена в Иисуса. Расскажи о своих отношениях и любви с Иисусом. Я просто знаю Его. Я знаю, что Он сделал для меня, когда отдал свою жизнь за меня. Я знаю, что была грешницей, и Иисус освободил меня. В ответ на Его любовь я могу лишь возрастать в любви к Нему, потому что Он возлюбил меня прежде. Авва возлюбил меня прежде. Хайди, любой рожденный свыше человек знает то, что ты сейчас сказала, но они выделяют Богу воскресное или субботнее утро, а потом живут для себя. Так как им прийти на тот уровень, на котором находишься ты? Как обычному человеку прийти к этому? Единственный способ, как я могу это объяснить, это сравнить с тем, как мы влюбляемся в человека. Если мы в кого-то влюблены, разве не хотим мы проводить с ним все время? Разве не тянет вас в общение и совместное времяпровождение постоянно? Это то, что предлагает нам Бог, наш Папочка, наш Иисус, наш Святой Дух. Бог говорит, мы можем слиться воедино, иметь с тобой близкую связь. Он приглашает нас. И если ты сделал шаг и вкусил славу Его любви, Его присутствия, ты не захочешь быть нигде больше, только с Ним. Ты не хочешь быть отдельно от Него. Не хочу мыслить отдельно от Него. Но каким должен быть первый шаг верующего человека, чтобы перейти на этот абсолютно новый уровень? Я верю, что, во-первых, мы должны познавать Его через Его Слово. Мы часто обсуждаем, как находить время, если работаешь с девяти до пяти. Найди аудиоверсию Библии. Люди так усердно хотят всегда иметь интернет-связь. Мы должны больше переживать о том, чтобы иметь связь с Богом. Он дал нам прямую линию. Я не хочу быть отрезанной. Иисус является нашим кодом, с помощью которого мы можем иметь связь с Богом Отцом. И также с Духом Святым. Когда мы покоряемся Духу, мы устанавливаем общение с Богом. Читайте Слово, погружайтесь в Слово. Позвольте Слову проникнуть в вас. Если вы покоряетесь Святому Духу, то будете наполнены в той степени, в которой желаете наполниться. Вы наполняетесь Духом в той степени, в которой покорены Святому Духу. Иисус опустошил себя, полностью покорился Духу. Иисус, Бог во плоти, стал никем. Он полностью зависел от Отца и от Духа Святого. И Он сказал, следуйте за Мной. Как мы можем пожелать жить по-другому? Он единственный. Наша радость, наше утешение, Он наша жизнь. Будучи молодым человеком, я не мог отличить право от лево, говоря о духовной сфере. Потому что светское образование я уже успел получить. Я услышал песню, должно быть что-то еще. Если это вопль вашего сердца, скажите Иисусу, что сожалеете о ваших грехах, попросите Его омыть их Его кровью, пригласите Его войти в вашу жизнь и стать вашим Господом. Хайди помолись, глядя в камеру, чтобы такая же жажда по Богу, какую имеешь ты, пришла к нашим зрителям, чтобы они вошли в это сверхъестественно. Да, Господь, я прошу Тебя, Иисус, захватить их с собой, приведи их туда, где Ты, дай им увидеть, что Твоя кровь действительно очищает от всякого греха. Покрой их своей любовью и своей красотой. И пусть они не захотят оставить Тебя даже на миг. Я прошу Тебя, Иисус, мой прекрасный жених, спаситель, мой царь, войди в их жизнь. Дух Святой, Дух Святой, наполни их собой. Наполни их, Дух Святой. Если вы слушаете, сейчас вы в машине, притормозите, оставьте все ваши дела. Возможно, вы захотите преклонить колени и сдаться в его руки. Протяните к Богу ваши руки, преклонитесь пред Ним. Вознесите к Нему свое сердце. Скажите, Дух Святой, наполни меня. Наполни меня. Наполни меня, Дух Святой. Я люблю Тебя, Дух Святой. Я поклоняюсь Тебе, мой Отец. Я поклоняюсь Тебе, Иисус. Захвати мою жизнь. Это еще не все. По окончании нашей программы вы можете зайти на мой сайт cedro.org, наберите там «Хайди». Я попрошу Хайди высвободить помазание, и вы будете мощно наполнены Духом Святым. Заходите на сайт уже сейчас, немедлите, cedro.org. Я молюсь во имя Иисусом, чтобы ваша жажда пробудилась, словно ото сна, словно от спячки, и чтобы вас не могло удовлетворить ни что иное, как только близкие отношения с Богом еще ближе, чем у Хайди. Это доступно всем. Вы избранны. Бог избрал вас во имя Иешуа. Аминь. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Моему брату 71. Он лежал в больнице с воспалением легких. Из-за сепсиса у него отказали почки и печень, и даже остановилось сердце. Его реанимировали и подключили к аппарату искусственного дыхания. Вскоре после этого я услышала в вашей программе песню Рикардо Санчеса «Еще не конец». На одном из видео женщина сняла с лица кислородную маску. В глубине души я почувствовала, что это произойдет с моим братом. Я произнесла простую молитву, и песня «Еще не конец» стала для него реальностью. Его отключили от аппарата, и он смог дышать сам. Это действительно чудо от Бога. Слава Господу! Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем нашем выпуске. Приветствую, я Джеймс Голл. Вы бы хотели иметь ясность при принятии решений? Это возможно, если вы активируете в вашей жизни дар развлечения духов. Не пропустите следующую программу «Это сверхъестественно» с Сидом Ротом. Возможно, вы увидите, что уже обладаете этим даром. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. АСН — онлайн-сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. АСН — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Только что я снова посмотрела вашу программу, и я благодарю Бога за вашу программу. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь. Загрузите приложение АСН сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН — онлайн-сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. АСН — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением АСН я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение АСН сегодня.